На трибунах легкотлетического манежа «Спартак» нет свободных мест. Здесь встречает двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову. Королева беги на 800 и 1500 метров в Ульяновске она презентует огонь зимний универсиады 2019 года в Красноярске. Но сердце, говорит прославленная спортсменка, все равно принадлежит легкой атлетике. Я радуюсь каждому ребенку, который приходит в легкую атлетику. Я радуюсь каждому достижению, которое достигают наши спортсмены. Для меня легкая атлетика всегда будет родной, единственной и верной спутницей в моей жизни. Я и сама недавно пробежала марафон. 42 километра 195 метров – это не так просто. Около 250 воспитанников областной школы легкой атлетики ловят каждое слово спортсменке, которое в 1996-м удивило не только американскую Атланту, но и весь мир. А теперь, через 22 года, вошла в число самых почетных гостей форума «Россия – спортивная держава». Все-таки слово «спорт» – оно ключевое в этом форуме. И в рамках этого форума очень большое количество реальных спортивных мероприятий мы проводим. И то, что сегодня Ульяновская федерация бокса нам подарила великолепные и соревнования, и шоу – подтверждение тому, что спорт многообразен. А это уже «ФОК-фаворит» на нижней террасе. И здесь также нет пустых мест на трибунах. Юные болельщики поддерживают исключительно ульяновских боксеров. «Россия! Россия!» «Больше всего радует, что пришли зрители в зал, может быть, это больше радует, потому что болельщики в зале – это самое главное для спорта, для развития спорта, для массовости, то, чем сейчас занимаемся мы все». В соперниках у ульяновцев юношеская сборная Белоруссии, которую возглавляет Галина Пашет. Единственная в Европе женщина – председатель региональной федерации бокса. «Россия! Спортивная держава! Вот слово «держава!» Ну, знаете, ну это вот просто, знаете, мурашки похожи от патриотизма, вот, от той обстановки, от этой эйфории, вот, от этого объединения, вот, понимаете, объединяется народ». «Восемь боев, восемь спортивных историй. У каждой свой сценарий, свой драматизм. И только судьи беспристрастно считают точные удары и выносят свой вердикт. Белорусская команда, в составе которой участники призера первенства Европы и Республики, в последний момент добивается ничьи. 4-4. Михаил Рассашанский. Новость Ульянской правды.